Первой частью профильного ЕГЭ по математике я называю задачки с кратким ответом. Всего их 12, оценивается каждая в один балл. Апелляции по этим задачам не рассматриваются. Проверять задачки компьютеры, что вы написали, то уж написали. Давайте сначала обсудим несколько важных вопросов. Первый. Где искать информацию? Я вас удивлю, но в первую очередь стоит обращаться к учебникам. По алгебре, вне зависимости от вашей родной серии учебников, я бы рекомендовал книжку Марковича «Профильный уровень по алгебре». Такая книга есть за 10 класс, 11 класс, среднюю школу, к ним же идут задачники. В общем, недостаточно гуглить какие-то формулы и факты. Обязательно нужна система. По геометрии мне нравится больше учебник под редакцией от Анасяна. Такой есть и за среднюю школу по планиметрии, также есть и за старшую школу по стереометрии. Но если вдруг вы не валяли дурака, а учили тюремки, привыкли к аксиоматике, но другого учебника, скажем, погорелого, ничего страшного, оставьте его. Стоит понимать, что я вовсе не приумоляю пользу глобальной сети. Но к интернету надо обращаться, если, скажем, возник вопрос, а что такое апофема. А если всякий раз из головы у вас вылетает формула, например, косинуса двойного аргумента, то лучше бы посмотреть вывод этого тождества и разобрать хорошие примеры. Тогда свойство станет родным. Второй момент. Какие формулы учить? Ну, про это я как раз сказал. Никаких формул учить, зубрить не нужно. Нужно понимать. Чем больше, тем лучше, конечно. Но обычно я выдаю ученикам для первой части буквально 7 страничек формул. Оставляю ссылочку и вам. Это джентльменский минимум, который нужно понять и уметь применять. И, наконец, третий вопрос-ответ. Где взять задачки? Первая часть реального экзамена компилируется из открытого банка задач. То есть все задачки уже есть в сети. Ищите, и будет вам счастье. Напомню еще про портал Решу.егэ. Ну, конечно, вы его знаете. Тут не только задачки, но еще решения. И это очень круто. Всех материалов, увы, не упомянуть. Тем более видеороликов. Есть хорошие, есть плохие. Последних, увы, больше. Если говорить о полноценных курсах, то смело могу порекомендовать теорию вероятности на ЕГЭ по математике. Это видео за авторством Анны Малковой. Там очень много задач и есть необходимая теория. В общем, таким грех не поделиться. Так, а теперь и на болевшем. Есть такие задачки ЕГЭ номер 7 и номер 12 в нынешнем году они. Но вы знаете, на производную. Так вот, самоподготовка к этим задачам иногда даже вредит, потому что набивая руку на какие-то алгоритмы, ученики только отдаляются от матанализа и понимания производной. В общем, если вы сдаете профиль и вам нужна в будущем математика, почитайте хотя бы методичку Игоря Яковлева о производной. Там все очень хорошо написано. Либо школьный учебник вам в помощь. Ах, да, я не сказал. Все материалы, либо ссылки на них, есть в описании к этому видео. Ну что ж, для первой части остается посоветовать варианты в формате ЕГЭ. Наверное, вы думаете. Сейчас я напишу Иван Ященко. Ну почти. Мне эти варианты не совсем нравятся. Многовато однотипных задач, мало каверных задач, а расположение их совсем хаотично. Но вы знаете, я все же напишу. Иван Ященко. Сам-то он мужик крутой, а издательство так вообще божественное. Просто варианты не ахти. Поэтому за основу мы все же возьмем книжку под редакцией Лысенко и Колобухова. Последнее издание этой книжки выглядит вот так. Сейчас объясню, чем мне нравится эта книжка. Здесь 40 вариантов, и варианты устроены парами. То есть первый похож на второй, третий на четвертый и так далее. Это весьма удобно для закрепления материала. Но поначалу стоит решать именно нечетные варианты. Еще один плюс этой книжки. Он особенно чувствуется в издании 16-го года. Это то, что варианты здесь расположены по уровню сложности. Конечно, все это условно. Я сейчас говорю лишь о первой части. Но, однако, в 39-м варианте мы видим задачки, которые как раз у учеников поначалу не получаются. Но именно такие задачки и нужно решать, а не одной тоже по 100 раз. Ну что ж, всего действительно не упомянуть. Если вам не хватило этих материалов, просто спросите. Напоследок типичный вопрос абитуриентов. Я сдам ЕГЭ. Ну, конечно, вы сдадите ЕГЭ, если будете готовиться. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...